Мы продолжаем наше заседание и переходим уже к более тяжелому контингенту больных. Больных с метастатическим поражением почки. Циторедуктивная нефрактомия. На сегодняшний день целью циторедуктивной нефрактомии принято считать, какие цели же есть. Это уменьшение интенсивности клинических проявлений заболевания метастатического поражения почки, уменьшение объема опухоли, профилактика осложнений, таких как кровотечение, тромбоэмболия легочной артерии, фрагменты возможного опухолевого тромба, улучшение результатов системной терапии, увеличение выживаемости и возможность спонтанной регрессии метастазов. Эра циторедуктивная нефрактомия, мы все прекрасно знаем, это исследование, одно из них европейское, второе американское, которое рассматривало и сравнивало сочетание циторедуктивной цитокиновой терапии и в сравнении только с цитокиновой терапией. Мы видим, что медиана общей выживаемости этих пациентов практически в два раза выше при выполнении циторедуктивной нефрактомии. в европейском, в американском исследовании и в комбинированном анализе. Другое исследование, больше 5000 пациентов, те больные, которые получали системную терапию вместе или без операции. И здесь мы видим, что общая 5- и 10-летняя выживаемость и общая специфическая отличается у больных, которые получали циторедуктивную нефрактомию, хотя это было исследование не рандомизированное, безусловно. На сегодняшний день у нас нет четких ответов на вопрос о преимуществе циторедуктивной нефрактомии уже при планировании более эффективного лечения, в отличие от циторедуктивной нефрактомии, при планировании таргетной терапии. На сегодняшний день нет данных завершенных рандомизированных исследований. Есть только субанализы исследований широкого доступа и ретроспективные серии, а также анализ данных нескольких клиник. Вот одно из исследований широкого доступа, в данном случае использовался препарат Никсавар. Мы видим некоторое улучшение медианы выживаемости без прогрессирования, а также небольшое увеличение частоты ответов на терапию в сочетании циторедуктивной нефрактомии с таргетной терапией. Еще одно исследование ЧОВ, в котором были включены больные с диссеминированным раком почки, они получали различные таргетные препараты с медианой наблюдения 25 месяцев, и мы видим, что практически в два раза медиана общей выживаемости была выше у пациентов, которые получали комбинированное лечение. Другая работа, которая показывает, что пациенты плохого прогноза и с низким соматическим статусом не выигрывают от циторедуктивной нефрактомии. И есть такая же работа наших коллег из Российского Онгоцентра, которые показали, что нет преимуществ в общей выживаемости пациентов в группе плохого прогноза. Мы сейчас только что этих больных обсуждали, это тяжелая группа пациентов, больные с висцеральными метастазами и больными с тромбозом, венозным тромбозом. В 2010 году интересная работа, факторы были выявлены неблагоприятного прогноза общей выживаемости автором, которые были эти факторы, это ЛДГ, альбумин, метастазы в легкие, лимфогенная инвазия, а также стадия Т3 и выше. И в этой работе показано, что при сочетании более двух и трех факторов выживаемость этих больных резко сокращается. И вот медиана выживаемости мы видим на данном слайде, что при наличии одного-двух факторов неблагоприятного прогноза выживаемость составляет от 21 до 40 месяцев, а при наличии факторов уже более трех медиана выживаемости резко снижается. И на сегодняшний день мы ждем результаты единственного рандомизированного исследования, которое может пролить свет на состояние проблемы в отношении сочетания циторедуктивной нефрактомии и таргетной терапии большое количество пациентов с препаратом сутент. Мы эти результаты будем ждать. С другой стороны, есть работы, которые показывают, что после выполнения циторедуктивной нефрактомии вы видите, какой большой процент пациентов не смог в дальнейшем получить системное лечение из-за прогрессирования процесса основного, из-за потом часть больных отказалась, а также был ряд больных, которые умерли во время нахождения в клинике. На иодиуантной терапии, коротко остановлюсь, несколько работ. Мы видим, что до 10% в этих работах уменьшение размеров опухоли до выполнения циторедуктивной нефрактомии. Также эти операции выполнялись не только открытым, но и лапароскопическим образом. Сегодня уже обсуждалась проблема выполнения лимфоденоктомии, но она затрагивалась немножко вскользь. Большое исследование 2014 года, более 250 больных. Двум третьим этих пациентов была выполнена лимфоденоктомия с медианой наблюдения 30 месяцев. И какие факторы влияли на выживаемость больных в данной работе? Это и возраст больных, безусловно, это стадия, обязательно это критерии прогноза, а также размеры опухоли и локализация метастатического поражения. Еще одну работу интересную мы нашли. Циторедуктивная резекция, может быть, некорректно я назвал этот слайд. Резекция почки, небольшое количество пациентов, но я думаю, что этот вопрос тоже обсуждаемый, и мы прекрасно знаем, что во многих клиниках, и мы у себя также выполняем эти операции. И циторедуктивная резекция почки, я думаю, что она тоже имеет место быть и открытой в лапароскопическом варианте, так же, как лапароскопическая циторедуктивная нефрактомия. Если систематизировать, какие преимущества дает нам циторедуктивная нефрактомия с последующим проведением системной терапии, это прежде всего снижение объема опухоли, то есть мы добиваемся улучшения качества жизни больных, палеотивный эффект, снижение продукции ангиогенных факторов, так же иммуносупрессии. К недостаткам можно отнести риск прогрессирования из-за задержки начала системного лечения. Если брать проведение системной, то есть наидюантной терапии перед циторедуктивной операцией, то здесь преимущественными являются проведение наиболее эффективного лечения, возможность, и самое главное, конечно, возможность идентификации пациентов, которые ответят на лечение. Если мы видим, что пациент отвечает на системную терапию, тогда есть смысл продолжать хирургическое лечение. Наш скромный опыт в лечении больных метастатическим раком почки, циторедуктивных 162 операции 2003 года. Пик хирургической активности пришелся на то время, когда были доступны клинические исследования. Средний возраст больных указан, примерно сторона поражений справа слева одинаково часто поражалась. В основном это были по локализации метастазов пациент с метастазами в легкие, а также пациенты с множественными метастазами. Ну и, безусловно, чаще всего гистологически, по гистологическому строению это были выявлены светлоклеточный, почечноклеточный рак. И что очень важно, что, к сожалению, только половина этим больным в последующем проводилась системная таргетная терапия, и медиана общей выживаемости этих больных составила чуть больше 16 месяцев. Какие же, подводя итоги, какие же показания мы можем определить к выполнению циторедуктивной нефроклотомии? Уже об этом говорилось сегодня, что это, прежде всего, безусловно, группа благоприятного и промежуточного прогноза. Удовлетворительные это пациенты должны быть с удовлетворительным соматическим статусом, а также техническая возможность выполнения хирургического лечения. И на сегодняшний день данная операция является стандартом лечения диссеминированного рака почки, которая увеличивает частоту ответов на лечение общей выживаемости. Но для этого, безусловно, необходим адекватный отбор пациентов. Использование надо все-таки, наверное, чаще при возможностях удаления лапароскопически эти операции выполнять, потому что все-таки качество жизни больных после этих операций. И можно более раньше проводить дальнейшую системную одевантную терапию. Ну и, безусловно, необходимо стремиться удалять радикально первичную опухоль. И, безусловно, если есть изменения в лимфатических узлах, выполнять лимфоденоктомию. Ну и результаты исследований, рандомизационного исследования, возможно, изменят наше представление к хирургическому лечению метастатического почечно-клеточного рака. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Ну да, такой термин, наверное, не совсем, да, онкологически правильный. Наверное, его надо было исключить, да, это термин неправильно немножко. Ну мы все понимаем, что такое бурное прогрессирование. Ну, вы не понимаете, Илья Валерьевич, а мы понимаем, когда, пока больной находится в течение 10 дней в стационаре, у него за это время появляются новые метастазы на глазах, то вот это можно назвать бурным прогрессированием. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Далее говоришь. Стандартом, конечно, я говорил, скорее всего, Олег Борисович. Спасибо за вопрос. Нет, это еще, нет, это еще не является стандартом. Правильно, правильное замечание, Олег Борисович. И Дмитрий Владимирович сам сказал, что исследование Кармена еще не завершено. Не завершено, и, конечно, к стандарту мы не имеем права отнести. Есть и второе исследование, которое тоже, у времени выполнения, если выполнение, то когда ее нужно выполнять? Сразу, либо после трех месяцев терапии? Таргетами, препаратами, время выполнения паллиативной нефриктомии, тоже будет ответ на этот вопрос. Ну скажите, с паллиативной нефриктомией, это будет ответ. Предположим, что вполне возможно, что окажется, что не нужно выполнять паллиативную нефриктомию, то есть циторедуктивную нефриктомию. При этом паллиативная нефриктомия, как паллиация симптомов, она все равно останется для некоторых пациентов, все равно останется. Останется. Вне зависимости от продолжительности жизни, многим больным мы ее будем выполнять с целью паллиации симптомов. А вот циторедуктивная резекция почки, видимо, не останется. Как вы думаете? Ну, сложно сказать. Мне кажется, Сила Борисович, спасибо за вопрос. Мне кажется, циторедуктивная нефрактомия имеет место, право существовать. Если мы можем, небольшая, понятно, что если это опухоль в воротах, сложная опухоль, безусловно, в данной категории больных выполнять ее, может быть, и не следует. Но если это небольшая опухоль при наличии отдаленных метастазов, возможно, нет, конечно, таких работ, вот они только появляются. Но я знаю, многие клиники, небольшое количество пациентов и в России делают эту операцию. И у нас бы есть несколько таких больных. Нет, но делают по разным причинам. Не будем сейчас их перечислять. Я, Силов Борисович, хотел спросить, почему ее не выполнять, если есть возможности для выполнения? Если опухоль не вызывает клинических симптомов, если у больного есть множественные метастазы, что вы хотите достигнуть этой операции? За исключением... Удаление первичной опухоли. За исключением случаев, когда вам нужно получить биологический материал для приготовления вакцины, для какого-то молекулярного анализа и так далее. Может быть, это и нужно будет делать для таких целей. Но с точки зрения вот такой практической, ну, удаляемую первичную опухоль. Ну, что, у больного уже метастазы множественные. Да. Этого мы не знаем. Ну, это не связано, скорее всего, с циторедуктивной операцией, то, о чем вы говорите.